Мы читаем книгу Зоар Лаам, Зоар для народа, глава Ваешеф, и будет сидеть Яков, 11 пункт. Можно задавать вопросы на сайте Кабсиуайл, избранные вопросы будут заданы в течение трансляции. Также можно скачать книгу Зоар для народа на сайте Каббала для народа. Еще раз, книга Зоар для народа, недельная глава Ваешеф, и сидел Яков, 11 пункт. Но праведник, который страшится своего владыки, сколько бед он терпит в этом мире, чтобы не поверить и не присоединиться к злому началу. И Творец спасает его от всех. Праведник и грешник, мир, животные, звери, все, что мы можем только представить себе, это все происходит внутри человека. Человек это маленький мир. Так мы читаем Зоар, так мы начинаем с помощью науки Каббала познавать все мироздание. Нет реальности, все это только Я. Все рисуется во мне, нет ничего снаружи. Все внутри. Человек, человеку кажется, что есть что-то снаружи, но мы изучаем в науке Каббала, что наше кли, в итоге, который называется душой, нашама, наше кли, поделено на пять частей. И они исходят из четырех стадий прямого света, когда высший свет, который сотворил желание, сотворил его по четырем стадиям от себя. Вот это стадия Шорош, Алиф, Бет, Гиммел, Далет. И четвертая стадия желания получать, которая сформировалась, включает в себя, то есть состоит из этих четырех предыдущих стадий. И эта четвертая стадия, Далет, все то желание получать, которое я нарисовал здесь. В нем есть категории и стадии Шорош, Алиф, Бет, Гиммел, Далет. И эти желания, мы изучаем из науки Каббала, то, как они могут уподобиться Творцу, как не могут уподобиться Творцу, с какими желаниями нам дано работать, и вообще, с какими желаниями нам дано работать. Все это желание. Желание от слабого, от самого легкого, Авиюта Шорош, до Авиюта Давид. Мы изучаем из науки Каббала, что эти желания называются Шорош, Нешама, Гуф, Левуш, Облачение и Эйхаль, Чертоги. Так они называются в науке Каббала, вот эти желания. Есть еще разные возможности, можно сказать, Кетрахухмабина, Зарампин, Малхут, можно назвать это, так, Кетрахухмабина, Зарампин и Малхут, можно это назвать по имени миров, которые раскрываются здесь, и Сферот, и Парцуфов, и чего только нет. Каждый элемент делится на пять частей, и у них есть названия. То есть все названия мира, материальные, духовные, неважно какие, все находятся здесь. Потому что вся действительность, это вот эти вот желания. Наша душа, это наше восприятие. Также внутри желания мы все воспринимаем, мы чувствуем внутри желания, наше ощущение, наша жизнь, это все внутри желания, кроме желания нет ничего. Творец сотворил желание, и это желание чувствует в себе что-то внутри. Желание внутри себя живет, существует и чувствует себя, только так, а за пределами себя не может почувствовать, потому что он является желанием, и чувствует то, что происходит внутри него. Но чувствует то, что происходит с ним внутри, в двух частях, разделен на два типа. Шорош душа и гуф. Шорош нашамар гуф. Он чувствует, как это он сам. Я. Я. А облачение и чертоги, левуша и халь, это что-то вне. Ну, левуша как одежда, но не одежда, но это что-то близкое мне, то, что меня обертывает, с чем я нахожусь в каком-то прямом контакте. Это все называется левуш, облачение. И что-то более далекое, это называется и халь, чертоги. Все, то есть как бы вся вселенная. Так мы чувствуем свое желание. И в нем явление. Есть такие, которые я чувствую как в сердце, а есть такие, которые я чувствую как в ноге. Ну, есть же все-таки разница. Ну, немножко нога болит. Или же болит, скажем, зуб. Ну, есть же разница. Если чуть-чуть небольшой нерв болел бы это на геле, болит вот здесь, на лице. Ну, каждый же такое чувствовал. И знает, что. То же самое здесь. Есть желание, которое ближе. Есть желание, которое ощущается в нас более отдаленными. И вот ощущение внутри желания так и строит нам вот эти круги действительности. Изнутри, наружу. Так я чувствую. Так делится действительность относительно меня. Но это все внутри моего желания. Есть из этого очень много разных производных. Первый, самый простой результат. Я хочу, чтобы поменялась реальность. Тогда я должен поменять свое желание. Реальность, она внутри желания. То есть, уже первая большая ошибка человечества. Мы бы это уже исправили. Эти желания, которые называются у меня чужими. Облачения и чертоги. Все, что находится вне меня. Что значит вне меня? Мир. Что значит мир? Неживое растительное животное, говорящее. Дацмах. То, что находится здесь. Мне кажется, что это что-то вне меня. Иллюзия. Это все внутри твоего желания. Только человек сейчас не чувствует, что это его. И потому что ты относишься к ним, ко всем этим вещам, что это вне тебя, а к этим внутрь. И ты страдаешь. И ты даже не знаешь, какой ты наносишь себе вред вот этой иллюзии. Что ты чувствуешь, что есть что-то снаружи от тебя. Ошибка. Ошибка в зрении. Ты не видишь, как будто бы людей снаружи, мир снаружи. Ты можешь презирать их, пренебрегать, бить их. Ты не осознаешь то, что этим ты, в принципе, только с себя бьешь. Доставляешь беды и проблемы. И этим ты заполняешь всю свою жизнь. Смотрите, в какой мы находимся, в каком страшном восприятии реальности. Какая ошибка. Это все мое клей. Это все моя душа. Но я нахожусь в такой стигме, что я ничего не могу с этим сделать. Это правит мною. Так вся наука Каббала только для того, чтобы объединить это все клей вместе. Поэтому мы слышим, возлюби ближнего, как самого себя. Не делай другому то, что тебе ненавистно. Такие высказывания. Это такие выражения объединения клей. В конечном счете, то, что мы должны произвести. Мы не способны. Мы всегда результат внутреннего нашего устройства. Вот всех этих аспектов. Но что мы можем сделать? Просить. Чтобы поменялось. Чтобы пришел свет и поменял нам клей. Что это значит? Чтобы исправило мне душу. Другими словами. Чтобы исправило мне душу. И тогда я увижу одно желание. Единую реальность. Одно клей. Один свет. Это называется. Слушай, Израиль. Творец. Творец наш. Творец единый. Все находится в одном желании. Свет и клей вместе. Такова цель. Пока мы постигаем эту цель, мы стараемся все-таки все в направлении объединения, направлять себя. И когда мы читаем книгу Зор, мы должны все время возвращать себя, насколько возможно, и больше чувствовать, что все находится во мне. Так вот, мы читаем сейчас. Он сказал здесь. Грешники, праведники. Есть во мне грешники, и во мне же праведники. Фараон находится во мне. Исраиль, египтяне, холмы и горы, солнце и луна. Все во мне. Это силы, желания, свойства, категории. Во мне. Только то, что мы говорили, все во мне. Весь этот мир. Все, что включает всю вселенную, как я могу себе представить. Здесь он говорит, он еще вводит внутрь все духовное. Все духовные миры. Все духовные миры. Все находится внутри человека. За пределами человека нет ничего. Что значит за пределами меня? Ну, скажем, я не знаю, кто я. Но вот я так чувствую себя, что я таким вот образом существую. Может быть, эта форма тоже ложная. Но я сейчас вижу своими глазами, в своих ощущениях. Но так я представляю себе. Так вот, я должен представить себе, что нет здесь меня и чего-то снаружи. В соответствии с вот этим чертежом шорошный шамагув, как будто бы это я, все остальное это вне меня. Все это одно кли. Если на это все время настраивать себя, мы приведем к тому, что свет будет воздействовать на нас, потому что действие света только для того, чтобы объединить все эти части вместе. Все эти части вместе. Поэтому условия для принятия Тора, будь одним человеком с одним сердцем. В одном желании. Сердце называется желанием. И так далее. Все эти вещи очень простые. Они соединяются только с одним принципом. Так вот, здесь мы снова прочитаем и постараемся думать правильно. Все внутри меня. Так думает каждый. Одиннадцатый пункт. Но праведник. Который во мне. Который страшится своего владыки. Который во мне. Сколько бед он терпит в этом мире, чтобы не поверить и не присоединиться к злому началу. То есть, у меня разные такие силы, которые за и против мое объединение с Творцом. И все во мне. И Творец спасает его от всех. Если я стараюсь так работать, чтобы вот эта сила, которая называется Кадош Барху, которую я нахожу, тоже находится во мне. Поэтому называется Борэ. Борэ, приди, увидь в себе, обнаружь его. Это то, что написано. Многочисленные беды праведника. И от всех их спасает его Творец. То есть, Творец сам. Так устраивает для праведника множество бед. Многочисленные беды у праведника. Не сказано. А сказано. Многочисленные беды праведника. И терпящие многочисленные беды являются праведником. Так как Творец нуждается в нем. То есть, специально он так устраивает ему такие вещи, чтобы вот то свойство во мне, которое называется праведник, страдало бы, пребывало бы в унынии, но вот через вот это вот беды нуждалось бы в помощи Творца. Ибо беды, которые терпят, отдаляют его от злого начала. И потому Творец желает этого человека и спасает его от всех в этом мире и в мире будущем. Счастлив удел его. Двенадцатый. Сколько бед случилось с Яковом, дабы он не прилепился к злому началу и отдалился от его удела. И потому, сколько наказаний вытерпел он, сколько бед и не имел покоя. Сколько бед терпят праведники в этом мире. Беды за бедами, страдания за страданиями, дабы удостоить их будущего мира. Это значит, что зор не обещает нам такого прекрасного легкого пути и некуда бежать. Все пройдут это, те, кто хотят, и те, кто не хотят. Ну, тогда, почему нам раскрывает? Что хорошее в открытии? Если мы начинаем относиться к этому правильно, мы не чувствуем, что это многочисленные беды. Если я отношусь ко всем своим помехам как помехам на пути, то я принимаю их как благословение, как помощь от противного. Я благословляюсь за то, что у меня есть помеха. Потому что как раз поверх помехи, если я справлюсь, я поднимаюсь. Невозможно подняться, иначе как только над помехами. Так и поднимаются со ступени на ступень. Поэтому каждый больше, его злое начало больше. То есть желание, злое начало, которое он обращает в добро, он преодолевает его, и так каждый новый растет. Поэтому Зор не боится объяснить нам, что проблемы находятся перед нами и будут усиливаться все больше и больше. Но в соответствии с человеком, если у него есть силы, поддержка, группа, учеба, распорядок, все правильное по жизни, чтобы продвигаться, в соответствии с этим взвешенно сверху дают ему. Ну, это как система так устроена, что насколько я продвигаюсь в правом добре, соответственно, за это ему дают мне зло, чтобы я мог пользоваться этим злом, чтобы исправлять и продвигаться. Да. Тринадцатый. Яков сколько терпел всегда бед и несчастье. Как сказано, не имел я умиротворения в доме Лавана и не мог спастись от него. Яков называется маленьким. Это парцув, это нашама в состоянии катнута, в малом состоянии, чтобы прийти к большому состоянию, проводят его через Лавана. А Лаван это высший свет, это грешник, который должен, он должен взять оттуда свои дополнительные желания. это дочери Лавана, на которых он женится, и его имущество, его стада. Он там производит такие генетические эксперименты, как рассказывается в Торе. То есть он впервые там создает среднюю линию из левой и правой. И задачи получения продвигаются и становятся из Якова малым, становятся большим и называется Исраиль. То есть маленький парцув Хагатныи называется или Хаббат, Хагат, называется Яков Гагальтейнай. А 10 полных сферот Хаббат, Хагатныи, Гагальтейнай, Махаб вместе называются Исраиль. Так поэтому для того, чтобы продвигать его, он находится в этих бедах. И не имел я покоя от Исава от того горя, которым огорчил меня его управитель. А кроме того, страх от самого Исава. И не отдыхал я из Адины и от Шхема. И это все находится в нем, внутри человека. Все это место, которое называется город Шхем, Исав, Исав, или Лаван, или какая-то темнота, ночь, черти, ведьмы, или, скажем, волосы Исава. Там тоже сила. Это все силы внутри человека. Все это его, наши неисправленные желания. Нет ничего, кроме двух. Когда мы путаемся, мы должны вернуться к началу. Есть свет и желания, которые сотворил свет, как что-то из ничего. И ничего, кроме этого. И взаимоотношения между ними. Взаимоотношения между ними может быть испорченным, между желанием и светом. То есть, это мы находимся в таком состоянии. И отношения может быть отношением исправленным по 125 ступеням, когда желание начинает с помощью своего намерения приводить себя в соответствии со светом или же желание, которое находится в окончательном исправлении подобно свету. Отдает так, как свет отдает. Но кроме желания и света и связи между ними, которое называется экраном, нет ничего. И желание это мы. Поэтому каждое понятие здесь на неживом, животном, растительном уровне, материальном ли, духовном, все, что бы то ни было, мы всегда должны отнести это к желанию. То есть, это явление внутри желания. И так же и свет. Когда мы говорим свет, что нет кроме света и желания ничего, то и свет это реакция внутри желания, потому что вне желания мы не чувствуем ничего. Никогда. Каббалисты, которые начали нам объяснять все это, от чего они начали объяснять. Из их ощущений, из их постижения внутри желания, а за пределами желания мы никогда не выходим. Мы даже не знаем, что такое за пределами желания. Есть какая-то предваряющая причина, по-видимому, по-видимому желанию, но мы не знаем об этом ничего. Это после окончательного исправления, может быть, там что-то еще произойдет. Поэтому нетрудно мне читать. Пусть будет всякого рода путаницы, слова, которые я не понимаю, неважно. Я только настраиваю себя на то, чтобы почувствовать их внутри, внутри себя. То есть говорится о желании и о том, что происходит во мне. О моем желании, что происходит во мне, в нем, внутри желания. То есть некоторая такая духовная моя анатомия. Как вы видели, как у человека там есть его части, разные органы и члены, так и говорится и обо мне, о моей душе, ее части, как они там устроены. Да, пожалуйста. 14 пункт. И пришла боль. Это боль и смятение Юсефа. худший худший из всех, ибо из-за любви Якова к Юсефу, представляющему союз, вступил Яков в Египет и потому так любил его, о чем далее сказано и вспомню союз мой, ибо все избавление для него, поскольку Шхина находится там с ним, с союзом, а это Юсеф. И потому смятение Юсефа было тяжелее для него, чем все беды, которые с ним случились. Мы учим, что порцов, который растет, нашама раскрывается. На самом деле он не растет. Мы не растем. Мы растем в нашем открытии, в нашем осознании, но мы не растем. Мы находимся в мире бесконечности, мы находимся в постоянном состоянии, только относительно нас это раскрывается, как человек просыпается, как будто он возвращается из бессознатного состояния, открывает глаза, постепенно начинает чувствовать, где находится, и тогда мир ему открывается. Но ведь он до этого был в мире, только не относительно своего осознания. так же и мы. Мы находимся в мире бесконечности, в бессознательном состоянии, и вот те уровни нашего прихода в сознание, когда мы раскрываем себя к истинной реальности, называются мирами. Мире от слова «холамо», «скрытие», когда это скрытие исчезает. Но мы рисуем все эти вещи, все наши постижения схематическим образом, потому что наука Каббала говорит относительно фактов, цифр, сил. Поэтому скажем так, Яков, когда есть только Гальгальта и Наим. Гальгальта и Наим это «кетрахохмабина» «хеседгвуратиферет». «кетрахохмабина» это «гальгальта», а это и Наим. Так это называется, так называются наши килимы. А внизу начинаются килим Ахаб Нецах Ход Йесод Малхуд Ахаб Йосеф называется Йесод Йесод Йосеф Праведник Йосеф Йосеф Праведник Мира есть очень много об этом. Так вот мы видим что вот этот уровень который называется Катнут Малое Состояние или Яков начинает уже продолжать развиваться и Яков доходит до более высокого уровня присоединяет к себе раскрывает в себе дополнительные желания дополнительный килим и достигает уровня Йосеф и поэтому все его проблемы с Йосефом Йосеф это тот уровень который производит Зевук Дака Йесод там производится Йесуд Зевук Дака в Малхуд нельзя нам производить Зевук Дака потому что в Малхуд мы не можем находиться поэтому вся эта история о Йосефе Йосефе Патифар Йосеф из-за того что потом спускаются в Египет и все это большое желание которое есть здесь в человеке который скрывается здесь вот Египет когда Малхуд де Малхуд Египта вот самое последнее здесь это Фараон еще и еще это все душа душа в ней все эти состояния все вот эти состояния мы можем здесь начать и закончить всю реальность не только на Кабала не только наш мир но все все мироздание находится внутри души ведь я только хочу сказать что то что он сказал раньше Яков Лаван и Сав сейчас он говорит о Йосефе продвигаются Зор объясняет нам в том же русле как и Тора потому что Зор это комментарий на Тору о том что раскрыл Моше весь этот порядок нисхождения и исправления души так и Зор только истолковывает это таким образом что дает нам после изгнания ведь он написан хотя и до изгнания но практически в начале изгнания но специально его спрятали для того чтобы раскрылся в конце изгнания то есть в наше время чтобы мы могли с его помощью исправить себя так вот Зор это в конечном итоге это то что комментирует нам Тору Тору Моше и вводит нас в исправленные состояния пожалуйста пятнадцатый пункт и поселился Яков в земле проживания земля от слова желания праведник пропал и нет человека принимающего к сердцу праведник пропал в то время когда Творец смотрит на мир и мир не таков как должно и суд призывается пребывать над миром мир это весь человек Кадош Баруху это высший его уровень состояния то есть внутреннее состояние не очень хорошее это значит что пропал праведник исчез то есть исчезло у человека ощущение вот этого Творца праведника в нем и всего и тогда тогда берет праведника находящегося среди них среди грешников то что в человеке среди всех этих свойств чтобы суд пребывал над всеми другими и некому было защитить их то есть специально выводит от человека все хорошие желания прячет их чтобы раскрылись только все плохие вещи почему так делают с человеком шестнадцатый ибо все то время пока праведник пребывает в мире в человеке то свойство которое называется праведником не может суд властвовать над миром откуда нам это известно от Муше как сказано и сказал он что уничтожит их если бы Муше избранный его не заступился за них пред ним и потому Творец берет праведника из них и поднимает его из мира и тогда вознаграждается он и получает свое завершение цитаты от зла погиб праведник объяснение прежде чем зло придет властвовать в мире погибает праведник другое объяснение от зла это злое начало совратившее и развратившее мир семнадцатый пункт яков но мы учили что это должно чтобы раскрылось злое начало как человек иначе будет продвигаться праведник это нехорошо состояние праведника это не живое состояние я ничего не хочу все в полном порядке то что проходит это все во благо слава богу каждый день человек не может так продвигаться именно должны с помощью зла многих бед и тогда благодаря этому спасет его творец именно таким образом можно продвигаться поэтому надо видеть это помощь от противного во всех этих бедах но снова я говорю это зависит от подготовки человек который готовит себя правильно принимает грешников которые раскрываются в нем то есть разные желания его разное видение его слабость его путаницу принимает это как хорошее потом когда он уже как мудрый уже имеющий опыт знает что именно благодаря путанице выходит из этого всего то есть все те падения которые он прошел именно как раз с помощью этого он стал еще мудрее еще более понимающим еще выше еще сильнее яков был избранным из праотцев и он стоял на пороге изгнания однако поскольку он праведник остановился суд и не властвовал в мире и во все дни якова не пребывал суд над миром и голод был отменен это это не очень то и хорошо ну как бы все спокойно рассказывается о том что это хорошее состояние совсем нет если это хорошее состояние тогда почему же потом получилось хуже но это состояние когда есть очень много неисправленных келим в душе и пока еще они находятся без исправления восемнадцатый и также в дни Йосефа подобного своему отцу не было изгнания так как он защищал их все дни жизни своей а когда он умер сразу воцарилось над ними изгнание как сказано и умер Йосеф то есть появился но царь в Египте там и так далее и тогда начались беды как раз благодаря ним они вышли из Египта а чуть далее сказано давайте перехитрим его и сказано и делали горькой жизнь их девятнадцатый подобное этому везде где есть праведник в мире творец защищает мир ради него и все то время пока он жив суд не пребывает над миром двадцатый пункт то есть суд это раскрытие грешников раскрытие испорченных желаний килим в человеке и они не раскрываются пока человек находится на уровне праведника то есть надо перечеркнуть то есть надо вывести человека с уровня его праведности запутать его сбросить его разбить его внедрить в него разные чужие мысли и желания и тогда раскрываются грешники и тогда будет человеку над чем работать то есть нам надо поменять наше отношение к процессу который мы проходим и видеть во всей путанице во всех помехах помощь помощь от противного действительно это вещь очень важная и тогда через это если мы видим что так и продвигаемся тогда мы вынуждены сразу же обращаться каким-то силам которые станут в виде поддержки помощи во время беды тогда группа распространения помощи правильный распорядок чем больше и больше тогда это обязывает человека укрепиться а иначе праведник ну все в полном покое вчера как завтра завтра как вчера и так далее и поселился Яков в земле проживания отца и поселился Яков то есть установил связь и поселился в том месте объединившись во тьме что значит проживание отца его все дни свои он боялся и пребывал в страхе именно в земле проживания отца его это проживание и страх относятся к отцу его и цхаку представляющему левую линию в земле Кнаан установилась связь этого места с его местом нуква называется землей а когда она устанавливает связь с левой линией то есть с отцом Якова тогда называется землей Кнаан проживание отца его это суровый суд левая линия Зайрампина земля это суровый суд левая линия и в ней поселился Яков и обосновался на ней свет Зайрампина идет сверху вниз и потому если левая линия светит в нем притягивается от него очень суровый суд ибо это грех древопознания однако свечение нуквы является светом накева и оно светит только снизу вверх и не притягивается вниз поэтому даже до того как включилась в правую линию нет в ней сурового суда а есть умеренный суд и сказано об этом в земле проживания отца его что означает умеренный суд и в ней поселился Яков и он поселился в этой земле то есть в нукве а она лишь умеренный суд а не суровый суд как при проживании отца его вопросы впечатления пожалуйста есть немножко путаница немножко уйти от этой путаницы ну путаница это удача я тут немножко пришел в тупик если вы можете вывести меня из этой фазы тут он рассказывает что весь зор это внутренняя часть человека свет находится внутри меня творец находится внутри меня да и нет как бы ничего снаружи вся работа внутренняя да и что я на самом деле могу делать все находясь в мире ну мир это ты мир это я то есть есть две фразы которые меня очень путают секунду секунду но мир это ты имеется ввиду что не то что сейчас это находится в твоем распоряжении и в твоем понимании восприятии но мы говорим о настоящем состоянии к которому ты должен прийти ты должен раскрыть его нельзя тебе сейчас относиться ну приди ко мне домой что заберешь у меня все и скажешь а чего ты это я ну еще кто знает что ты сейчас там секунду секунду что такое материальное духовное нет духовного материального есть один мир все одно это значит что реальность о которой мы говорим это реальность которую мы должны раскрыть прекрасно а не то что мы сейчас находимся в этом не 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 в этом вся путаница что я должен раскрыть вещи да которые существуют во мне прекрасно так как вы объясняете фразы если творец не помогает ему не преодолеет он тот кто приходит очиститься помогает ему кто эти кто приходит помочь ему и что это за творец который не поможет тебе все что есть у тебя внутри все находится внутри меня прекрасно снова повторяйте то же самое если все находится внутри меня но я то должен раскрыть эти силы я должен раскрыть их как они помогут мне это не твоя проблема раскроешь что есть вспомогательные во мне силы которые называются творцом творением я мир товарищи люди учитель книги раби Шимон с его товарищами Моше некая система Тора которая называется вот этим большим программой и планом это все находится во мне это функционирование моей большой души а я как маленький ребенок стою перед этой большой душой она моя но я то должен ее раскрыть я должен управлять ею я должен взять ее познать ее запустить ее в соответствии с тем как я буду способен запустить ее правильно что значит ввести ее в действие правильно она мне кажется испорченной она мне кажется испорченной на самом деле она не испорчена И не сломана. Но я сейчас испорченный в этой мере, я вижу ее испорченной. Или скрытой. И я должен исправить себя. То есть я исправляю свое отношение. Ну? Ну? Уважаемый Раф, вы сказали, что есть две вещи. Есть свет и кли. Да. Свет создал кли? Да. Прекрасно. То есть есть внешний фактор? Нет. Нет? Так я создал себя, уважаемый Раф. Я не знаю, кто такой ты. Я не знаю, что такое свет. Ну, секунду. Послушай. Каббалист. Человек, как ты. Скажем, 5700 лет назад, которого звали Адамом, он был первый каббалист, который раскрыл Творца. Как он раскрыл? В силу того, что раскрылось, жил внутри нашего мира. Семья. Какое-то там место, где он там жил. И до него было еще много людей. После него он первый среди всей этой цепочки человеческой, который раскрыл Творца. Что значит Творца? Раскрыл. Зачем мы существуем? Посредством каких сил мы управляемся? Что мы можем сделать с собой? Как мы поднимаемся выше этого восприятия реальности на более высшее восприятие? Что он раскрыл? То, что он раскрыл, он написал. Откуда он раскрыл? Из собственных сил. Где он раскрыл? Внутри своего восприятия, внутри своих желаний, внутри зрения, слуха, обоняния. Его, осязание же. Его же. Не раскрылось перед ним что-то, что не в нем. А если раскрылось, то раскрылось то, что он видит, он чувствует. То есть все в нем. Об этом рассказывают нам каббалисты. Они рассказывают нам о том, что они раскрыли. И нет у тебя человека, который рассказывает что-то, что из того, чтобы он не открыл, а открыли в своих свойствах. Так они рассказывают нам, как мы должны раскрыть наши свойства, расширить наши горизонты в восприятии, в ощущениях. И тогда мы обнаружим. Но мы раскроем. И все наше открытие будет внутри нашего желания. И сейчас, когда я вижу кого-то, и здесь весь мир, я вижу, я чувствую. А не кто-то другой. Об этом они тебе рассказывают. Наука каббала – это наука восприятия. Пожалуйста. Пишет Рамбам в книге «Повторение Торы», в трактате «Авудазара». Пишет про отец Авраам. Начал думать и думал день и ночь. И как может быть, что это колесо идет с времени, и не было бы здесь управляющего? Кто будет вертеть его? Ведь невозможно, чтобы оно вертелось само. И сердце его бродило и понимало, пока он не достиг пути истины, и не понял линии праведности. В правильном понимании понял, что есть один Творец, который управляет колесом, и он создал все. И нет во всем, что есть Творца, кроме него. И по поводу Адама Ришона пишет Рамбам. Пишет Барисулам. Адама Ришон был первый, кто получил достаточное знание, чтобы понять и преуспеть, и спастись до края всего, что он увидел и постиг. И это понимание называется наукой истины. Я не знаю, я святый клей, я не знаю ничего. Я знаю, что ничего больше у человека нет, кроме того, что он чувствует. Это все. Нет другого. Мы есть суть ощущающая. Мы ощущаем. Но я чувствую и это, и это, и это, и это, для того, чтобы связать эти ощущения. И понять, как я прихожу к более правильным ощущениям, более хорошим, более приятным, как я бегу, не очень-то приятных ощущений, опасных. Так для этого развивается у меня интеллект-разум. То есть есть дополнительная система, ну, вспомогательная система к ощущениям, которые помогают мне тому, как нас справлять себя на более приятные ощущения. Всего-то наш интеллект так и работает. И у нас нет ничего, кроме ощущения. Если ощущение вдруг раскрывается человеку, когда он чувствует больше, это называется, что он чувствует духовный мир. Это все. Но внутри ощущения. Как это? Что может быть вне этого? Никогда не может быть ничего за пределами этого. Такого не существует. За пределами. Потому что, ну, нет. Потому что то, что ты чувствуешь себя, что ты такой твердый, с руками, ногами, с головой, вокруг тебя, еще все. Это так рисуется внутри твоего ощущения. Ты не можешь выйти из этого. Ты не можешь выйти. И тогда даже будешь изучать философию, тебе скажут то же самое. Да. Ну, вот он хочет. Давно спросить. Пожалуйста, встать. Пожалуйста, встать, а то не видно. Из сегодняшней учебы мне прояснилось как будто две вещи. Я хочу спросить, Рава. Во-первых, из того, что мы понимаем, что если человек должен получать вещи, которые называются у него что-то плохие вещи, это то, что приводит его в действие, делает ему хорошо. Пробуждается ли у меня возлюблежник самого себя. Это может быть возлюблежник самого себя, чтобы ты научился принимать зло как добро. Нет. Нет. Нам не надо принимать зло. Это неправильно. Нам надо быть готовыми, быть готовыми так к нашему продвижению, что то зло, которое приходит, приносит мне радость. Когда я сразу же распознаю, что эти вещи приходят для того, чтобы поднять меня. Что одну секунду, если я страдаю одну секунду в своей жизни, это знак того, что я правильно не подготовил себя. Так что он имеет в виду, когда он говорит, что человек должен уметь получать зло, которое приходит к нему как добро? Принимать зло как добро. Благословлять зло как добро. Так что же, я благословляю. Я же страдаю, ну что же я и благословляю. Но это же лицемерие, это обман. То есть фраза возлюблежник самого себя кончается творцом. То есть я тот, кто дает тебе это, это не возло тебе? Ну, я не занимаюсь этими сейчас вещами. Я не люблю особенно цитаты, потому что надо их комментировать. Просто это глупость. Надо достичь этого уровня цитат. Поэтому не подбрасывай мне цитаты. Говорят, сердце. Это выходит из моего сердца? Я просто хочу почувствовать. Что возлюби ближним как самого себя, это у тебя в сердце? Тогда тут нечего говорить. Тогда ты прав. И мой второй вопрос. Являюсь ли я совокупностью своих желаний? Да, это правильно. Я человек, это его желание. И только. Да. То есть есть я и есть во мне. Это две вещи или одно? Правильно. Есть я и есть во мне. Я это материал, желание получать. Во мне это форма, облаченная в материю. Да, две вещи. Правильно. Очень хорошо. Можно нам еще сказать, что формы в материи, в зоре, это один с решимо, то же самое с решимо души? Душо, если правильно реализуется, дает нам форму душу. Мы всегда находимся, тут ты прав, в реализации решимо. Но от нас зависит то, как мы их воплощаем. Если я готовлю себя к реализации решимо, это называется, что даже к плохим вещам я себя готовлю. И то, что придет, придет для моего продвижения, и я буду знать, как обратить зло в добро, и тогда я реализую решимо правильным образом, и сразу же я получаю мир как хороший. А если я не могу реализовать решимо, тогда я получаю это как помеху, как зло, как кризис, как беды, как болезни и другие всякие вещи. И тогда то же самое решимо становится для меня страшнейшим миром. И сказать, что окружающий свет завершает, заключает мне зор. Окружающий свет, это весь свет, который еще не принят внутрь души, и зор говорит да, через него. И пока мы не сделаем полное выяснение, что наше тело нехорошо, мы не можем вернуть целиком взятые взаймы... Конечно же нет, до окончательного исправления мы получаем и возвращаем. Ну, мы должны закончить пока наш урок. И продолжим. Снова я хочу сказать, что мы это изучаем и по вечерам когда? Понедельник, среду и четверг с 7 до 8 время израильское. Ну, приглашаем вас и на этом мы заканчиваем. Низкое объявление перед завершением. Виртуальная группа, урок в прямом эфире. Каждый понедельник в полдесятого вечера на сайте КАП-ТВ. Запись на сайте форум.кап.со.ил. Присоединиться к новому поколению мега-конгресс по всему миру, который будет проходить с 22 по 24 января в больше 40 странах мира. Присоединяйтесь к конгрессу, который находится ближе всего к вам. Подробности на сайте www.kabalagroup.info Мы приветствуем итальянскую группу, которая будет принимать равы на ближайшем конгрессе. Поздравляем их с новым центром, который сейчас возник в Риме. Спасибо, хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok